всем привет вы на канале наша жизнь в америке не life is my life сегодня у нас встреча с человеком который так же как и я живет в америке это витя поляк из союза сейчас вы его увидите ну давай уже будем снимать друг друга или что познакомиться аналогично может быть кто-то смотрел видео с ромой с леной про убер да они снимали там четыре истории вот собственно сергей был одним из героев а витя другим из героев а я другим от него случайно это я немножечко тогда был небриты и так как сергей конечно у меня все я постригся поврелся все нормально вот так что пойдемте посмотрим как там что происходит давайте давай покажем твою машину внутреннего прошу заметить с нью-йоркскими номерами почему мало этикетов я не могу найти всего лишь я нашел 6 наклеек потому что в какой какой-то штат приезжаешь и нету вот шесть штатов которых я насчет надо идти обращаться я не знаю куда в сенат или куда и сказать что ребята я буду писать таранда сделайте как-то я не знаю я буду жаловаться это же не серьезно не ну просто брелки и магниты у меня допустим обрати внимание а нет открылось обрати внимание вот здесь супер да вот здесь у меня уже побольше штатов и кстати еще штучек 5-6 не наклеено а нехорошо в движении не то самое не падает я предлагаю тебе выбрать один себе на холдиве да перестань давай давай нет ну это же твоя коллекция штатов сергей я езжу по штатам я настаиваю я настаиваю выбирай себе какой нравится какой штат допустим вы ты бы выбрал после калифорнии блин мне трудно выбрать потому что я их выбирал только один раз когда собирался ехать давай флорид флорида мне нравится а у тебя много флорид я вижу а вон тот как пистолетик да если можно пистолетик подарок отвить спасибо большое ну пошли они за так надо с машиной белый на котором он объехал уже по моему 47 штатов сейчас мы с ним будем разговаривать и мы это узнаем ну как я вам сказал самом начале сегодня у нас в гостях виктор кому-то он известен как поляк из союза кому-то да спасибо большое ребята теплый прием у нас здесь посмотрел у нас на самом деле все еще есть мясо с грибами кончилось в первую очередь потому что белок самый настоящий белок записали мне на канал большой материал сейчас записываю сергей на канал всем привет подписчик я хочу чтобы ты рассказал про свою работу сейчас ты работаешь на вы не работаешь сам на себя значит приблизительно скажем такие ключевые вопросы как ты начал как ты продолжаешь во что это выросло после того как ты поработал на кого-то ну и ты начни я тебе буду давать такие что может давай 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 начал как я работал убером но убери в нью-йорке собственно там пришло время с убером прощаться потому что ну во первых нас зажали там в нью-йорке выбери я не хотел просто с этим справляться подстраиваться и во-вторых хотел посмотреть страну на страну где не посмотреть как и на вот и я не помню как уже мы фейсбуке списали серегой который вот работа диспетчерской компании в чикаго и у него как раз вен освобождался чтобы он он уже планировал искать водителя я попросил серег я буду на очереди я по моему три недели ждал пока освободится в н он мне позвонил я прилетел в чикаго сел и поехал и просто по пути начал разбираться начал искать у себя вокруг людей которых я знаю через кого-то чтобы не подсказывали как как правильно ехать как правильно стоять ну и диспетчера тоже самое делали вот и с мая по октябрь по моему того года 18 я катался вот на чужом вене и как ты решил что надо уже самому ну вот я я в принципе это понял за два месяца что я готов наверное уже взять свой и перейти на другой уровень заработка но что-то как-то все не срасталось потом сергей как раз просил меня в чикаго чей вен был вен был он в киев улетал просил меня задержаться еще на сентябрь в принципе мне торопиться некуда было поэтому я и остался и сейчас ты работаешь сам на себя но как ты работаешь ты организовал какую-то компанию ты частный предприниматель по нашему да по нашему я чп и п какие документы надо было регистрировать сколько это стоит как это раскрыл я у нас можно ну живу я в нью-йорке открыл я компанию в чикаго предоставил им только адрес попросил товарища просто дать адрес он мне дал свой адрес чикагоский я отправил этот адрес плюс название своей компании которая хочу зарегистрировать бухгалтеру своему это компания или частный предприниматель как мне это юридическое нормально инкорпорей так называют открыл юрлицо свое потому что так как я сам на себя стал работать то все диспетчера с кем мы работаем то обеспечивает вас грузами платят именно с юрлица на юрлицо я буду по-нашему говорить про с юрлица на юрлицо и все и собственно вся работа и пошла в определил для себя несколько диспетчеров с кем ну опять же я это было дорого открыть вот эту вот компанию я по-моему 350 долларов заплатил я не помню ты по-моему 350 и сколько стоит ее обслуживание в месяц они там месяц нисколько не стоит а бухгалтер в год в год в год и задаваться ру ты платишь в год до скидываешь ей весь оком но у меня подожди компания у меня организована только в октябре а сегодня февраль вот сейчас у нас приходит время платить налоги до в марте сейчас мы будем все и и я поговорил предварительно и ну судя по моим оборотам у меня обороты простые как у простого там физического лица там просто мне платили одно направление бизнеса у меня нет никаких экспортов никаких импортных то есть никаких сложных там никакого там оптимизации налогообложения поэтому обыкновенные там сто сто пятьдесят двести долларов всего 150 200 но вот как мне как за физическое лицо сто пятьдесят долларов и за компанию сказали что примерно так же но опять же зависит от мета от спасибо чем занимается компания все зависит от ну в данном случае вот по всегда перевозки ну там ничего сложного то есть у тебя будут как у всех американцев которые работают где-то свои налоги и плюс отдельно налоги за компанию да ну и вообще в дальнейшем конечно я хочу у меня сейчас пока нету кредитная дебетовая карта только есть моей компании юридическая дебетовая карта на юрлицо открыть кредитную карту сейчас еще руки не дошли просто и уже вообще заниматься всеми расходами потому что любое моё сейчас движение чтобы я не делал это все затраты компании все то есть удобнее удобнее так получается ты все время работаешь собираешь документы и потом один раз когда надо сдавать налоги отдал бухгалтеру и бухгалтер все сделал ну да но у меня затраты какие у меня бензин у меня суточные езда и до которые покупаем иногда снимаем отели потому что у меня нет возможности переночевать на моей кровати потому что там не загружен тремя палетами места нет я ребятам маленький венчик вожу не фуру не трак вот и затрат все эти затраты подсчитываем есть какие-то постоянные затраты которые ты просто когда ты в рейсе в дороге ты списываешь и есть какие-то затраты вот временные там которые неожиданные там типа вот этого мотеля например или вот моего пребывания сейчас вот недельного в лос-анжелесе тоже я затраты несу это затраты рабочие ну и как твое ощущение по работе вот на убери и уже ты сам себе своя компания сам себе работаешь но на убери аж тоже как бы у биржи на хорохориться тем что вы сами себе директора но на самом деле сам себе все равно какой-то водитель подневольный получается да но имеется ввиду хочешь работаешь хочешь не работаешь они это имеют да да ты ты выбираешь время работы хочешь и не хочешь но ты все равно как-то работаешь на кого-то да ты работаешь на компанию по любому ты работаешь на компанию а сейчас уже ты работаешь в своей компании так точно так вот и что касается убери игры чисто психологически там было некомфортно мне физически было комфортно здесь наоборот здесь психологически легко потому что нету сзади пассажиров каких-то там долларовых миллиардеров, которые цокают, сидят сзади. Есть пассажир, который молчит. Да, груз доедет. Я гроб вез сразу. И молился, чтобы он был пустой внутри. Я же не знаю, мне загрузили и отправили. Мы это видели. А, видели. Вот, поэтому... Да и в принципе, знаешь, я думаю, что просто в Убере к сожалению, а здесь вся поставлена работа в Убере, вообще в принципе в такси так, что, ну кроме желтых, наверное, в этом кар-сервисах или там в желтых Нью-Йорке, что, ну ты пока на педаль давишь, ты зарабатываешь. Как только ты перестал давить на педаль, ты уже не зарабатываешь. А все-таки в работе грузоперевозок там есть возможность хотя бы как организатор, допустим, заниматься вот именно грузоперевозками. Свои или чужие, допустим, потому что как диспетчер ты можешь работать. То есть есть какие-то отклонения лево-право. Но ты открыл компанию, ты планируешь... Ну, я думаю. Я думаю, я просто еще... Вырастить из одного автобуса два. Ну, да-да, пусть будет так. Я просто еще не определился, с какой техникой связываться. У меня сейчас есть ребята, с которыми я близко общаюсь, возят и то, и то, и третье, и десятое. Я просто изучаю каждого, смотрю и золотую середину пытаюсь найти. Затраты на технику, затраты на обслуживание, и, соответственно, маржа, и чистый плюс, который может получиться после, вообще, когда она встанет на линию и будет работать. Ну, и, соответственно, все риски падения спроса, повышения спроса и сезонность и так далее. А где ты живешь? Я комнату пока снимаю в Нью-Йорке. И живешь в ней? Раз в месяц, а то и реже. Ночь в месяц, а то и реже, да. Вот. Ну, вообще, в планах есть. На год хочу подписать ЛИС какую-то взять по Флориде. Когда говорю Флориду, не имею в виду обязательно Майами. Где-то во Флориде пожариться, в духоте пожить. Знаешь, на контрастах. Здесь духота, домой зашел кайф прохладную. Дома замерз, вышел в тепло. Вот. И на таких контрастах сброшу вес, стану партийным потянутым, обрежу лишнюю кожу и буду вообще красавчик. Кстати, расскажи, как ты сбрасываешь в ЕС. Ну, наверное, однозначно у нас есть друзья-подписчики, которые просто не знают твой канал. И вот чуть-чуть остановись на том, что ты занимаешься спортом. Одно время ты очень сильно занимался, как я следил. Да, да, да. Но понятно, что при этой работе не получается. То есть, тут немножко о твоем спорте. Ну, спорт нет. Я как-то плотно начал заниматься. Сейчас последний февраль. У нас сегодня середина февраля. Вот в феврале у меня два раза получилось сходить в спортзал. Третий раз меня просто за уши оттуда вытащили, дали груз и сказали, езжай, я не успел. Вот. Планирую я сейчас пойти. Планирую. Я просто сейчас еще знаю, что тут в лете кайфую. Там Флорида, где-то Юга, вот здесь Калифорния. Как туда поднимаешься, где метель метет. Что-то вообще не хочется из вены выходить, чтобы до спортзала дойти даже. Вот. А что касается там, ну, питание себе поправил. Отказался от сахара. Вот мне Марина, например, предлагает здесь вот это вот. А я, видите, так в сторону отодвиняю. Не соблюзняешься. Да. И от сладкого, от мучного. Ну, и большие прошел медобследование в Новосибирске, которые показали там на проблемы с щитовидкой и там с глюкозой в крови. Поэтому этот момент сейчас регулирую как-то. А почему там обследование, а не здесь? Ну, там как-то знаю, все по-своему. Ну, и дешевле, во-первых. А здесь, знаешь, здесь некогда. Здесь приехал, сел и поехал работать. Здесь же мне, во-первых, это намного дороже бы все стало. Это обследование. А вот сколько ты едешь? Какой у тебя самый длинный рейс, самый короткий рейс? Самый длинный рейс. Вы определяешь, сколько надо ехать за определенный промежуток времени? Смотри, брокера все, ну, как бы такое есть негласное правило, а может быть оно даже гласное, все среднюю скорость считают 50 миль в час. Мы же, как правило, ездим 60-70 миль в час, но со средней скоростью. Ну, опять же, все зависит от сезона, дороги. Поэтому мы себе вперед нарабатываем время так, чтобы 3 часа где-то поспать, если мы везем, это важно, если мы везем груз директом. То есть взяли и поехали. Бывают же такие грузы, когда сегодня взял и в понедельник выгрузка. И у тебя куча времени, едешь себе ни о чем не думаешь, отдыхаешь, сколько можешь. А есть такое, взял и поехал груз срочный. И вот тогда ты начинаешь уже думать. Я самый длинный вез 1400 миль. Я не помню, у меня влог есть на канале. По-моему, я 48 часов там почти без сна был. Да, ну имеется в виду, я как на час, может, прикемаривал где-то на полтора часа. Но в течение 48 часов это что? И сколько ты заработал за эту поездку? Грязными там или чистыми? Я не знаю, я не думаю, что больше там 1300-1400 долларов. Ну, то есть я не помню, какая именно эта поездка была откуда. Потому что у меня влогов столько на канале, это все. Но я не думаю, что больше там доллара, доллара 10 за миль. А может быть и меньше. Если эта поездка была откуда-нибудь с неудачной, ну с такой мертвой зоной, где с грузами проблема в более хорошую, то возможно и меньше. А какая самая легкая поездка была? Ну, какая вот-вот была бы в Лас-Вегасе вчера был. И мне предложили 2 мили за 200 долларов. А, да, за 150. За 200 я стоял. 2 мили? Ну там надо было одну палету взять откуда-то и куда-то ее через 2 мили загрузить. Вот по Лас-Вегасу по самому. Правда, приехал на погрузку и мне ее отменили, эту поездку. Что-то не получилось. Кто-то украл. А ребята некоторые, ну слушай, ну там 10 миль возили. А, блин, я уже забыл эти мили-километры. Ну что-то... Я тебе напомню, я видел, ты вез какую-то коробочку. А, в плане... Я имею в виду легкая, ну да, быстрая, легкая. Я пришел, мне вот так... Ты сел не напрягаясь, поехал как-то. Вот так в руки дали, я ее на соседнее сиденье поставил и поехал. А, потом я помню, диспетчера позвонили, сказали, ты должен нам ее сфотографировать, положи ее в кузов и завяжи ее. Шарфиком завяжи, чтобы не завязать. Да, да, да. Вот, так что... Кстати, вот ты ездишь через всю Америку, когда ты в холодных штатах. Как ты мерзнешь? Как я мерзну. Как ты греешься? Ну как, печка. У меня печка сзади одна стоит, печка стандартная в машине. И в иной раз, когда минус 30, включаешь обе и едешь. В общем, если холодно, ты в машине не ночуешь, там свой спальник не разбираешь. Ну, нет, я ночевал где-то в минус 15, наверное. Ну, в минус 20, в минус 30, если есть возможность, я останавливаюсь и снимаю мотель. За 40 долларов, за 50 долларов, за 35, по-моему, я один раз снял. Где-то примерно так. Как-то, не знаю, ну, комфортнее согреться, чем... Тем более, если есть возможность, не торопиться. А сколько миль ты проехал всего по Америке? Ну, у меня, ну, в общем-то, если взять Uber и чужой Вен... Нет, без Uber. А, чужой Вен. Ну, да, на двух Венах, потому что... Ой, я не знаю, на том я проехал 1020, наверное, на этом я проехал... Совсем много, да? Хотя нет, коротко. Или 200? Нет, не 200. Нет, может 50, блин, я не знаю. Подожди, я ездил май, июнь, июль, август. Или не май, июнь, июль, август, сентябрь. 5 месяцев я на нем ездил. Не знаю, может, не знаю, не помню. Нет, больше 50, наверное, за 5 месяцев-то что? Нет, однозначно больше. А на своем сколько? На своем 57. Ну, и забрал новый его. Я новый брал, да, в октябре. Сегодня у нас февраль. Проехал я 57. Из них 1017, а то и больше в литву. Ну, то есть я Вен использую еще в личных целях. В целях Ютьюба, в целях своей жизни какой-то. У меня легкого нету. Поэтому я вот к вам приехал же на нем. Иногда бывает я... Я, например, в начале этой недели по ютьюбовским делам Сиэтла поехал в Ванкувер к блогу Толстяка, Ромка, Ленка, привет. Потом поехал в Сакраменто, потом в Сакраменто в ЛА, в Лос-Анджелес, ой, да, в ЛА. Потом в Лас-Вегас и вернулся сюда. То есть все это вот по каким-то коллаборациям, ютьюбовским делам. Ну и делам сторонним от работы грузового. Короче, ты машину фирмы используешь в уличных интересах. Да, 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 я негодяй. Это надо как-то бухгалтеру твоему рассказать, чтобы он посчитался правильно. Просто некоторые говорят, суммирую мили, а как я их буду суммировать, если я использую... Вот вы же, допустим, кто это пишет, вы же не суммируете коммерческий свой транспорт плюс легковой транспорт мили. А я просто вэн использую в легковых целях тоже. Обслуживание минивэна? Дорого, недорого? Кроме... Приносит за заботы какие-то? Вчера поменял колеса местами. Передние назад, задние вперед. Бесплатно причем, я удивился. Я просто приезжаю, говорю, сколько стоит ротейшн колес, называется. Они говорят, ну а вообще-то бесплатно. Почему так сладко все? Я не понимаю. Где, ты просто пришел в обычную... В Лас-Вегасе, да. В Лас-Вегасе я стригся. Бесплатно. Нет, стригся я, кстати, отдал дорого. 40 долларов я отдал почему-то. Потому что ты должен был позвонить Марине, и она бы сегодня сделала тебе модельную стрижку. Да, так что если что, будешь заезжай на стрижку. Спасибо. Я с этой... С бородой. Борода 20, стрижка 20, что-то и... Ну ладно. Ну, понятно. Ну как, ты приехал на шиномонтаж и говоришь, я хочу поменять колеса. Они говорят, блин, ты такой хороший, давай бесплатно тебе поменять. Я не знаю. Я сам удивился. Я вчера с ребятами говорил, они тоже удивляются. Как? Ну, говорят, вообще-то это стоит долларов 15, хотя бы там 20. Поменять местами просто колеса. А они говорят, бесплатно. И я такой стою, смотрю, ну окей, делайте. А потом говорю, а балансировку? Балансировка по 10 долларов за колесо. Я говорю, окей, балансировку сделайте. Просто я знаю, ты можешь приехать, например, менять масло, и тебе сделают бесплатно инспекцию тормозов. Масло я менял в другом вообще нести вчера. Я масло меняю, называется Valvaline Oil Change. Валвалинские замены масла. Я не знаю. Сколько замен на масло? У меня получается, в разных штатах по-разному, 50-60 долларов. Это масло, фильтр и работа. Масло, фильтр, плюс они проверяют жидкости, все жидкости. И тормозок проверяют, и омывалку проверяют, и радиат, и охлаждение. Кондизайнер. Да, все проверяют. Колеса проверяют, как накачаны, подкачивают или подспускают. Короче, полный сервис, чтобы ты выехал и не боялся. Наверное, еще даже свет проверяют. Да, кстати, ближний и дальний свет, поворотники, стопы все проверили. И даже что-то к моему правому отборнику прикопались. Я говорю, давайте. Мы из тех стран, где дворники просто так не меняют. Когда он скрести стекло начнет, тогда да. А сколько литров масла идет у тебя? Сколько объема? Нет, дядь, я вообще не знаю. По-моему, 6, наверное, 5 или 6. Ну, 3,6, по-моему, дождь объема. Сколько там, 5-литровая бодейка, плюс литр на доливку. Я не знаю, обычно. Я в легковых знаю. В этом даже. Тут же понимаете, как устроено. Ты приехал, вышел, они там все сделали. Карточку всунул и пошел. Ну, стекло, ты же видишь, что они делают. Все, потом зашел, сел, поехал. Просто я почему спрашиваю, потому что получается 50 долларов за полный сервис. Я уже даже не говорю, что, вернее, он полный тебе, кроме того, что поменяли масло, еще все насмотрели. Если это откинуть, 50 долларов, это получается цена масла на авторынке в Беларуси. Ты будешь кушать такое или ты не будешь? Не, не, я такое не буду. Маленький кусочек посещу, пускай подзерзит. Не, не, я крекер. А что такое крекеры? Витя не знает, что такое крекеры. Он вообще на жесткой диете. А, печенье? Соленое. А, но совсем не сладкое. Лучше я тебе с собой посаду. Нет, спасибо. Спасибо, я это лучше... Я, знаешь, Марин, лучше бы у меня с собой ничего не было. Да. Когда ничего нет, ты едешь нормально. А когда вот эти, какие-то семечки, печеньки лежат. Кушаешь все время. Да. Начинаешь есть бесконечно. Да. Вот, ребята, это крекеры. Я знаю, что такое крекеры. Я просто перепутал с карусанами. А что ты делаешь в дороге? Вот ты говоришь, 1400 миль. Например, вот средняя дорога. Тебе надо ехать 400 миль. Это средняя? Ну, это меньше средняя. Меньше средняя. То есть, 500 миль, это получается 750 километров. Да. Чем ты занимаешься в дороге? Поют ведь. Пою. У меня от караоке целая. Телефон в YouTube. Прямые эфиры выхожу в Instagram в YouTube. С людьми общаюсь. То есть, тебе абсолютно не скучно? Не, у меня время летит. Ну, ты знаешь, вот смотри. Я иногда с ребятами могу там на телефон засесть на час-полтора обсуждать там ютубовские темы или миграционные темы какие-то. Или то, что произошло у кого-то. Любим так поболтать. И чем более это разговоры такие, знаешь, больше извительного. Хохочем, вспоминаем. Подключаем третьего человека в разговор. Там еще начинается что-то. Вот. Потом разговор этот, допустим, там пришло время, там просыпается Россия, Новосибирь, Сибирь, там с дочей, с мамой, с папой, с сестрой. Да, какие-то ватсап-переговоры там. Потом думаю, о, кто-то выпустил видео интересное, надо посмотреть следующее. Это уже прошло по пути. Понимаешь, пока видео посмотрел, тут еще видео интересное. А потом мне мое видео на проверку присылают, где надо его просмотреть, поправки сделать. Вот тут самое интересное, вот когда ты все это успеваешь делать? Вот у тебя свой видеоканал, ты постоянно выкладываешь видео. У тебя, наверное, видео выходит раза три в неделю, это минимум, да? Ну, в последнее время часто, да, выходит. Получается три видео. Потом ты постоянно в Инстаграме какие-то сториз делаешь. Там и живые фотографии, и просто фотографии. Когда ты это все делаешь? Да я не знаю, как-то оно за полтора года как-то выработалось все. Я вот еду, допустим, я вот сейчас с вами сижу, разговариваю, параллельно там где-то думаю уже сейчас, как начать следующий влог и о чем. Вот у меня там ждут ребята в пять часов. Сереж, мы должны отпускать, видимо. Нет, ну сейчас... Но мы это видео не держим, это его зрители держат. Закончим. Вот, и я, соответственно, думаю, потом думаю там, что я буду проезжать какое-то место, надо оттуда сториз снять. Я просто сториз не люблю, опять же, снимать такие, знаешь, ни о чем. Такие все-таки, чтобы они были с мнением. А как ты отдыхаешь? Или это для тебя отдыхает? Вот я сейчас отдыхаю. Я вот эти дни в Лос-Анджелесе отдыхаю. Я вот сейчас вот конкретно сейчас отдыхаю. Сейчас поеду дальше отдыхать. Вчера отдыхал. Походу без денег получается. Не, я на самом деле, мне... Я же говорю, я устаю физически на этой работе. Но физическая усталость, она же решается там, с какими-то часами сна. Лучше в отеле. Лучше в Вегале. Вот ты лег спать. Да. Сколько ты спишь? Если у меня груз, то сколько позволительно. А если у меня нет груза, ну я думаю, что не больше 6-7 часов. Спасибо, ребята. Что еще можешь пожелать? Ну, желаю ребятам... Вот такой большой вопрос... Я понял, что у нас эфир заканчивается. Вопрос следующего характера. У тебя постоянно спрашивают. У нас спрашивают. У Ромы спрашивают. Стоит ли переезжать? Это просто, ну, я не знаю, такой вопрос, который меня шокирует. Особенно, когда люди выиграли грин карту. И потом начинают задаваться вопросом, стоит ли переезжать. Что ты можешь посоветовать? Про тех, кто выиграл грин карту, да, Дмитрий? Про тех, кто выиграл. Я просто... Просто вот этот вот вопрос, он меня немножко... Я не понимаю, когда люди... Да, давай про тех, кто выиграл. Вот они выиграли, а потом говорят, а стоит ли нам ехать? Ну, окей. Что они потеряют, кроме времени и денег? Если они приедут попробовать? Ну, во-первых, получат опыт, получат какой-то туристический опыт, хотя бы, как минимум. И попробуют. Не попробовав, не переехав, а потом сидеть и жалеть. А вот что бы было, если бы мы попробовали, вдруг у нас жизнь в другое русло пошло. Более интересная стала бы жизнь, например. И потом себе всю жизнь корить, сидеть и говорить. Вот это ты виновата тогда. Это из-за тебя я... Или наоборот. Почему, ребят, нет? Почему? Если вы выиграли, почему не попробовать? Чего бояться-то здесь? Голоду помереть, что ли? Вот ваше мнение, какое? Почему не попробовать? Работу легко найти? Да. Я думаю, что да. Но тем, кто, конечно, не готов к авантюрам или кардинально изменить свою жизнь, работу будет тяжело найти. А те, кто легкие на подъем, я думаю, что да. Слушай, в LA вообще 12 месяцев, 24 на 7 мовинг переезда работают. Здесь люди постоянно нужны. В Нью-Йорке не такой большой мовинг, да? Ну, я думаю, что все-таки мовинг здесь больше спросом пользуется. Нет, понятно, что в Нью-Йорке там, но, мне кажется, как-то по ощущениям, по рассказам людей, мовинга здесь больше, чем... Это центр мовинга в Америке. Наверное, да. Ну, Флорида, наверное. Видишь, Флорида еще растянутая такая все. Хотя, а Калифорния как растянутая. Спасибо. Удачи, ребят. За то, что поделился с нами. Пробуйте, не бойтесь. Но только те, кто готов. Я говорю, эмиграция не для всех, и она не каждому нужна. Кто-то себя очень комфортно чувствует в своих странах, в своих городах. Поэтому нафиг вам нужна эта Америка. Не надо. Сидите на теплом месте тихо. Да. Спасибо, Витя. Спасибо, спасибо. Пока. Пока. До новых встреч. Это был Виктор, канал Поляк из Союза. Если вы не услышали ответы на интересующие вас вопросы, или хотите задать еще какие-то вопросы, вы можете подписаться на его канал в Инстаграме. Вы можете перейти на его канал «Поляк из Союза» и написать ему в комментариях. Я думаю, с удовольствием ответить на ваши вопросы. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке» и «Не лайк, не лайк, не лайк». Подписывайтесь. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok